Заметки электрика Током условного нерасцепления То есть током 1,13 от номинального С измерением температуры их нагрева То есть у меня есть две части видео Часть 1 и часть 2 Затем у всех этих автоматов Я проводил измерение переходного сопротивления С дальнейшим расчетом падения напряжения и мощности на полюсе Перечень испытуемых автоматов Остался прежним То есть я его перечислять здесь не буду А для вас напомню Что у каждого автоматического выключателя Есть такое понятие как условный ток расцепления И он всегда равен 1,45 от номинального При этом токе автомат должен отключаться За время не более 1 часа Это для автоматов с номинальным током Менее 63 Ампера И за время не более 2 часов для автоматов С номинальным током больше 63 Ампер Точка условного расцепления автомата Практически всегда отображает на ВТХ То есть на время токовой характеристики Конкретного производителя Если провести прямую на графике То видно что она пересекает график В двух точках зоны теплового рассыпителя Это нижнюю линию в точке примерно 60-70 секунд А верхнюю линию в точке от 60 до 120 минут В зависимости от номинала автомата Согласно ГОСТ 50-345-2010 Проверку автоматов током 1,45 от номинального тока Проводят сразу же после прогрузки автоматов Током 1,13 от номинала Плавно повышая ток в течение 5 секунд Получается что прогрузка осуществляется В горячем нагретом состоянии автомата Но я сделаю чуть иначе Причем не в ущерб правильности проведения эксперимента Прогрузку автоматов я буду выполнять Из холодного их состояния В итоге если автомат при токе 1,45 от номинального Отключится из холодного своего состояния То и из горячего нагретого он тем более отключится Нижняя точка графика нам пока не интересна Так как у разных производителей она может быть чуть отличаться Для правильности эксперимента я ввел температурный коэффициент КТ В зависимости от температуры окружающего воздуха в лаборатории Сейчас я на этом останавливаться не буду Так как об этом подробно рассказывал в прошлых частях эксперимента В итоге с учетом поправочного коэффициента Все вот эти наши автоматы Имеют номинальный ток не 16 ампер А 16,16 ампер А ток прогрузки будет составлять 23,4 ампера Ну что, устраивайтесь поудобнее Эксперимент начинается Первый автомат у нас SH201L от ABB Включаю автомат Ток я уже примерно навел Но я его скорректирую все равно походу Так, секундомер настроен Поехали Так, 23,4 нам надо Весь процесс, длительность процесса Прогрузки я снимать не буду А в конце буду показывать Когда, допустим, автомат отключится Сразу покажу Какое время И зафиксируем это в таблице Ну вот, ток 23,4 ампера Прошло уже 670 секунд Автомат ABB Все еще Не отключился Причем достаточно горячо нагрелся Опа Только пошевелил Причем я рычажок-то не трогал Он сразу же отключился 683 секунды Так, идем далее Это Schneider Electric IC60M Поехали Отключаем автомат Автомат Schneider Отключился Так, ток 23,48 Время 231 секунда Так, кстати, по ощущениям Автомат Нагрелся гораздо меньше Нежели Вот ABB Нужно было, наверное Все это измерить Еще тепловизором Было бы интереснее Ну ладно Так, ну а следующий у нас Брат-близнец Schneider Electric ИК60N ИК60N Включаю автомат Поехали Так, этот автомат У нас отключился За время 130 секунд Здесь не смотрите Что 24 ампера Я стал немножко Корректировать ток И при этом Он отключился Ну а далее У нас Автомат Опять Schneider Electric Изи 9 Я его уже подключил Включил И вот идет Прогрузка Кстати, только Вот заметил Что ручка у меня Тоже От Schneider Electric Прошу заметить Не на правах Рекламы Так, автомат Изи 9 У нас Отключился Время 146 секунд Далее у нас ИЭК Автомат 2.47.29 В общем Прошло уже 4.500 секунд Это более часа Автомат ИЭК У нас Все еще Не отключился Видимо Данному автомату То есть Нужно проводить На самом деле Более правильные Испытания То есть Вначале Его В течение Часа Держать Под током 1.13 От номинального А затем Уже проверять На условный Ток И расцепление То есть 1.45 Этот фокус Что в течение Часа Он отключится Из холодного Состояния С автоматом С автоматом ЭК С автоматом Повторилась По аналогии С автоматом ИЭК То есть Автомат Как видите Не отключился Хотя прошло Более Часа То есть 3.670 Секунд Ток Составляет 23.4 Ампера Так Ну Также возьмем На заметку Видимо Ему Недостаточно Одного Часа Чтобы отключиться Из холодного Состояния Ну Больше По времени Я ждать Не буду У меня Времени Нету На это Так что Перейду К следующему Автомату КАЗ На очереди У нас Автомат ВМ 63.1 От КАЗ Опти Дин Включаю Автомат Так Ток 23 И 4 Вот он Время Пошло Так Автомат КАЗ ВМ 63.1 Отключился За время 793 Секунды Очень Сильно Нагрелся Автомат Очень Сильно Даже По сравнению С ЭК ЕКФ Которые Простояли ЕКФ В час А ЕК Вовсе Почти Полтора Часа Они Не Были Настолько Горячие То Есть Спокойно До Них Можно Было Дотронуться А Вот Здесь Скажу Честно Что Даже Рука Не Терпит К Сожалению Тепловизора У меня В данный Момент Нет Но Температура Приличная Ну А теперь У нас Не менее Интересный Экземпляр Это ВА 47 29 От ТДМ Кстати Вот Эти два Автомата В самом Первом Эксперименте При токе 1,13 От номинального Нагрелись Больше Остальных Ну Давайте Посмотрим Как поведет себя ТДМ Включаю Автомат И поехали Ну А пока Идет Прогрузка Автомата ТДМ Хочу Вот Немножко Показать Вам Приобрел Новые Клещи Флок 355 Тру РМС На Ток До 2000 Ампер Вот Ну Вот Заодно Давайте Протестируем Их Поставим Режим Переменный Ток И обхватим Один из наших Проводников Вот 22,96 Ритом И 23,05 Клещи Ну В принципе Да Почти Есть какая-то В 0,1 Ампер Разница Но Это Несущественно Буквально Вот Пока Клещи Убирал В коробку Отключился Автомат ТДМ Время Отключения Составило 319,9 Ну 320 Секунд Так Что у нас По температуре Ай-яй-яй Нагрелся Очень сильно Очень И очень Сильно Так Ну Теперь у нас На очереди Автомат От Эльверт Z406 Включаем Так Автомат Эльверт У нас Отключился За время 192 Секунды Так Переходим Ко второму Ряду Наших Автоматов И первый На очереди Автомат S201 От ABB Включаем Поехали S201 Не заставил Себя Долго Ждать И Отключился За время 179,9 Секунд Ну 180 Секунд Если Его Сравнить С Автоматом SH 201L То Тот Отключился За время 680 Секунд Ну Посмотрим За какое Время У нас Сработает S201 Серии М Так Включаем Его И поехали S201M Отключился За время 500 секунд Автомат S201M Практически Не нагрелся Рука Свободно Терпит Так Далее У нас LeGrant TX3 Включаем Поехали Автомат LeGrant Отключился За время 1030 Секунд Хочу Обратить Внимание Что Автомат Очень Сильно Нагрелся Вот Реально Пальцы Не терпят Сейчас На очереди У нас Hager My116 Hager Отключился Достаточно Быстро За время 249 Секунд По Нагреву Вполне Умеренный Нагрев Так Теперь У нас Итан PL4 Ну что У нас Ситуация С Итаном Повторилась Как и СЭК И ЕКФ То есть Прошло Уже 3780 3780 Секунд Автомат У нас Так И не Отключился Также Берем Данный Факт На Себе На Заметку И Идем Далее Причем Автомат Очень Сильно Нагрелся Очень Сильно Прям Горячий Но Тем не менее Не отключился Видимо Недостаточно Чтоб Сработал Тепловой Расцепитель Так Идем Далее Это У нас Чинт ДЗ 47 Включаем Прошло Время Уже Более Часа 3765 Секунд Автомат Чинт У нас Так И Не Отключился Поэтому Автомат Чинт Также Берем Как и Другие Подобные Автоматы На Заметку Хочется Отметить Что Автомат Достаточно Сильно Нагрелся И Переходим К нашему Последнему Экземпляру Это Декрафт ВА101 Ждем За сколько Отключится У нас Наш Декрафт Автомат Декрафт ВА101 Отключился У нас За время 350 Секунд Запишем В нашу Результирующую Таблицу Естественно Что за такое Время Автомат Практически Не Нагрелся Слегка Теплый Ну что Из всего Ряда Автоматов У нас Отличились 4 автомата То есть Они у нас За время 3600 Секунд То есть За время Одного Часа Не Отключились Это у нас ВА47 29 УТЭК Это у нас ВА47 63 ЕКФ Это у нас ПЛ4 ИТОН И это у нас ДЗ4760 ЧИНТ В общем Вот эти 4 автомата Они у нас Не отключились При токе Расцепления То есть При токе 1.45 От номинального Но Хочу сказать Что это Ничего В принципе Не значит Дело в том Что Я уже говорил Что согласно ГОСТ Необходимо Током 1.45 Проверять При Сразу же После проверки Током 1.13 То есть Час мы держим Током 1.13 А затем Поднимаем Ток В течении 5 секунд До 1.45 От номинала И Автомат Должен отключиться В течении Часа Я уверен Что Вот эти 4 автомата Если им Сделать Проверку Должным Образом То они За Это Время Отключатся Почему я Делал Не совсем По ГОСТу Объясню Например Вот у нас Автоматы 16 А Не всегда Бывает так Что Автомат Грузится Под 16 А А потом Резко Ток Увеличивается До 23 А И автомат Должен Как бы В течении Часа Отключиться У нас Чаще Бывает Что Автоматы Вообще Могут Стоять Под малым Током Там 0.5 1 А А потом Резко Через них Могут Включить Какую-то Мощную Достаточно Мощную Нагрузку И вам Показать Соответственно Как ведут Себя Автоматы При токе 1.45 От номинального То есть При токе Рассыпления Из Холодного Своего Состояния Понятно Что при горячем Состоянии При уже Нагретом Состоянии Автоматы Они В принципе Они Подключаются Но Вы должны Знать и понимать Как работает Автомат Именно Из Холодного То есть Ненагретого Состояния И как видите Вот По результирующей Таблице У каждого Автомата Вот Определенное Есть Время Срабатывания Еще раз Вам Говорю Что не надо Мне в комментариях Писать Что Вот Ты сделал Проверку Не по Госту Я прекрасно Знаю Как Что такое Гост 50 345 2010 Я знаю Все методики Проверки И прогрузки Автоматов Как правильно Как неправильно Даже В данном же Случа Я вам показываю Не как Проверяется По Госту А именно Показываю Вам Чтобы вы Знали Как Срабатывают Автоматы При токе 1.45 От номинала То есть При своем Токе Рассыпления Из Холодного Состояния То есть Чтобы вы Могли Проанализировать Тот или иной Случай В своей Практике В принципе Что В следующих Видео Перейдем Наверное К наиболее Интересным Испытаниям То есть Эти же Все Автоматы Я проверю Я проверю На срабатывание Теплового Рассыпителя При токах 2.55 От номинала И 4 Кратного Тока От номинала Также Проверю На срабатывание Их электромагнитных Рассыпителей При кратностях 5 и 10 Ну и Попробуем Продавить Данные Автоматы Более Большими Токами Учитывая Наше Как бы Устройство Ритом И их Переходное Сопротивление Попробую 1000 Ампер Все таки Им навести Так сказать Проведу им Такие небольшие Краш тесты Ну и все Если у вас Остались Вопросы По данному Эксперименту То Задавайте Их В комментариях Если у вас Есть предложение О том Как еще Можно сравнить Между собой Данные Автоматы То Также Пишите Об этом В комментариях Всем спасибо За внимание С вами Как всегда Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До новых Встреч Дмитрий